доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити уважаемые наши контрагенты пишут мне письма и задают часто вопросы задают вопросы как мои коллеги непосредственно психологи психофизиологи врачи психиатры психотерапевты работающие в системе культуры безопасности задают мне вопросы наши контрагенты мы вы знаете предлагаем услугу по обеспечению культуры безопасности человеческого фактора лаборатория психологического обеспечения научно практического рекламного центра акме работает в области преимущественно атомной энергетики то есть доминирующий процент предприятий с кем мы заключаем договора соответственно оказываем эту услугу по обеспечению культуры безопасности человеческого фактора это ядерно-топливные предприятия или связанные с ионизирующими источниками излучения предприятия как то транспортное добывающие нефтегазовые водные транспортные предприятия воздушное авиавоздушное предприятие но и непосредственно предприятие эксплуатирующие ядерно-топливные какие-то материалы отходы или добывающие и так далее и достаточно часто у коллег идет достаточно длительная дискуссия буквально с восемь шестого года если быть точнее с начала двухтысячных что же такое культура безопасности в рамках атомной энергетики в рамках вообще жизнедеятельности обеспечения безопасности жизнедеятельности человека на планете земля и так далее обратите внимание на своих экранах вы сейчас видите документ вордовский и здесь приведена одна из определений культуры безопасности вообще на данный момент сложилось можно говорить три школы направления культуры безопасности они имеют разную составляющую разную направленность у них свои какие-то определения во многом пересекающиеся определения касающиеся культуры безопасности человеческого фактора я сейчас говорю об атомной энергетике прежде всего но и о других конечно предприятиях но тем не менее три школы они в общем-то в некотором смысле пересекаются в некотором смысле существенно серьезно расходятся в понимании того что же из себя представляет культура безопасности можно конечно привести определение других каких-то авторов достаточно известных в определенных кругах лиц которые выдвигают свои концепции культуры безопасности человеческого фактора как в атомной энергетике так и в других каких-то областях жизнедеятельности человека но на мой взгляд вот на взгляд лаборатория психологического обеспечения нпц км это вот наиболее точное и верное определение касательно культуры безопасности обратите внимание в заголовке отмечено чф человеческий фактор то есть это два неразрывных термина культура безопасности можно взять этот термин в кавычки и соответственно чф человеческий фактор термин дату иску если полностью его зачитывать это будет культурой безопасности человекеского фактора это если касаться непосредственно определения как такового давайте его даже зачитаю чтобы это было понятно и ясно что такое культура безопасности человеческого Это квалификационная и психологическая подготовленность всех лиц, всех уровней, должностей, ИТР, рабочего персонала, руководителей, при которой обеспечение безопасности объекта ядерно-топливного цикла является приоритетной целью и внутренней потребностью, приводящей к осознанию личной ответственности и к самоконтролю при выполнении всех работ, влияющих на безопасность. Вот такое вот определение. Я сейчас не буду разбирать, оно вообще такое сложное, несколько много составное, как минимум тут две части можно проследить. Я сейчас не буду пока этого делать, если будет интересно, раскрою это в следующем видео. Хотел бы вот что сказать. Среди коллег, где-то на конференциях, встречах, коллоквиумах, семинарах, обучениях и так далее, иногда кто-то более серьезно, кто-то менее серьезно произносит такую фразу. Я имею ввиду среди коллег-психофизиологов с позиции психологической, психофизиологической подготовленности к культуре безопасности. Звучит часто такая фраза. Культура безопасности это безопасность, возведенная в культ. Культура безопасности человеческого фактора это безопасность, возведенная в культ. Мы в своей лаборатории не предлагаем какие-то продукты и услуги, не это главное. Главное, что мы делаем, мы предлагаем постоянную работу над безопасностью человека, безопасностью отдельного человека, отдельной личности, отдельного рабочего места, предположим, блочного счета управления атомной станцией или стропольщика на предприятии, эксплуатирующего ЯИТ и так далее. Одним словом, культура безопасности человеческого фактора это безопасность, возведенная в культ всех уровней, на всех уровнях ответственности, от самых высоких до конкретных исполнителей рабочего персонала. Далее в этом документе речь идет о культуре безопасности жизнедеятельности в целом. То есть понятие культуры безопасности жизнедеятельности, несомненно, как это можно судить даже из определения, оно более общее, более объемное понятие, нежели отдельно взятая культура безопасности человеческого фактора. И что такое культура безопасности жизнедеятельности? Давайте я также выделю этот заголовок. Культура безопасности жизнедеятельности это системообразующий фактор снижения рисков чрезвычайных ситуаций. Мы наблюдаем это сейчас сплошь и рядом, падают самолеты, рушатся поезда, рушатся дома, тяжелая ситуация, рушатся мосты, взрываются какие-то технологические объекты, предприятия, цеха и так далее. Одним словом, это направленность на снижение рисков чрезвычайных ситуаций. Это постоянная работа по снижению системообразующая работа, именно как система, да, вот это важный фактор, это должна быть системой, направленная на снижение рисков чрезвычайных ситуаций. Далее идет очень важное, на мой взгляд, определение безопасности с еще более обобщенной позицией. Безопасность первое и самое необходимое условие развития цивилизации. Понятно, что ключевым словом в этом смысле является слово развитие. То есть есть статика и динамика. Вот если мы хотим развиваться, совершенствоваться, расти во всех смыслах, в культурном, историческом, производственном и так далее, и так далее, и так далее, мы должны развиваться. И вот безопасность, условия безопасности являются первым и самым главным и необходимым условием развития в целом. Без обеспечения безопасности иное невозможно. Далее, под культурой безопасности и жизнедеятельности понимается уровень развития человека. Обратите внимание, слово человека, то есть все замыкается в конечном итоге на человека. Кадры решают все, в любом смысле, в любой деятельности, в любой задаче, предприятии и так далее, работе и так далее. Человека и общество, характеризующиеся значимостью задачи обеспечения жизнедеятельности в системе личных и социальных ценностей. Речь, как я уже сказал и повторюсь, прежде всего идет о человеке. Динамика, культура безопасности и жизнедеятельности это состояние развития человека. Обратите внимание, как сочетается развитие, то есть то, о чем я говорил, развитие цивилизации и развитие человека. А человек формирует социум, социальные группы, общество, государство и так далее. Объектом, это самое главное, формирование культуры безопасности и жизнедеятельности основного начального уровня является, и это надо подчеркнуть, является личность человека. Все зависит в конечном итоге от человека. Вот заканчивается чем этот абзац. Далее, идет перечисление основных элементов культуры безопасности и жизнедеятельности. Их выделяют три. Какая бы школа ни была, она выделяет три основных уровня. Первое, это индивидуальный уровень. Это мировоззрение, нормы поведения, индивидуальные ценности и подготовленность человека в области безопасности. Индивидуальный уровень. Второй уровень, на коллективном уровне, это корпоративные ценности, предприятия, организации, предположим, профессиональная этика и мораль, подготовленность персонала в той или иной области. И совершенно высокий, обобщающий уровень, это общественно-государственный, традиции безопасного поведения, общественные ценности, подготовленность всего населения в сфере безопасности жизнедеятельности. Далее, что очень важно отметить. Элементы культуры безопасности в конечном итоге от человека, это можно даже проследить по этим трем составляющим, они, конечно, прежде всего сводятся к особой роли мероприятий и каких-то процессов на государственном уровне, государственной политике. Развитие системы безопасности жизнедеятельности человека в общем, в целом, должно идти на базе ряда основных принципов. Первый принцип, это принцип высшего приоритета жизни человека. Это закреплено в любой конституции любого государства. Жизнь человека вне конкуренции, она первична, она вершина всего. Второй принцип, это формирование жизнедеятельности человека на основе образования, как составляющей и основной компоненте формирования различного рода ценностей общества, культуры людей в целом. Другими словами, безопасность человека и общества, государства, это прежде всего формирование, второй принцип, культуры, образования, процессы воспитания, обучения и развития личности. Это формирует человека и в это надо вкладывать деньги, на это работает наше с вами государство. Третий принцип, не менее важный, это так называемый информационный принцип информационного воздействия. В условиях настоящего, мощного, деструктивного информационного воздействия на людей, особую значимость формирования позитивного отношения к вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности приобретают современные информационные телекоммуникационные технологии. Подводя итог всему вышесказанному, надо вот выделить этот абзац, и я прямо полностью его зачитаю. Только совместными, комплексными, скоординарированными усилиями органов государственной власти, давайте я так буду выделять, местного самоуправления, общественных организаций, ну имеется в виду прежде всего, наверное, промышленные организации, предприятия, заводы, фабрики и так далее. И то, чем мы занимаемся, и научных сообществ, к которым мы смеем себя относить, можно повысить уровень культуры людей в области культуры безопасности жизнедеятельности, и усилить сплоченность общества перед природными, техногенными и иными опасностями. В конечном итоге повысить уровень духовно-нравственного состояния общества. Вот такой вот краткий спич, такой вот краткий обзор того, что представляет из себя культуру безопасности человеческого фактора, в частности, в области промышленности, производства, организационных каких-то моментов. И это все сводится к более общим системо-понимающим, системо-образующим факторам снижения чрезвычайных ситуаций. Снять это видео меня подвигло то, что последнее время на протяжении долгого времени, а последнее время в особенности, в частности, просто растет риск, растет число случаев возникновения чрезвычайных ситуаций, ЧП в тех или иных сферах деятельности человека. Как я уже говорил в самом начале, речь идет о сбоях в работе предприятий ядеронатопленного цикла. К сожалению, рушатся у нас мосты, взрываются дома, производят какие-то работы не санкционированные те или иные личности в области производства, Прежде всего, не совсем точно выполняются основные принципы безопасности жизнедеятельности общества. Человека отдельного взятого, каких-то организаций, предприятий. В целом, это несет крайне негативные последствия для развития общества в целом, его жизнедеятельности. К сожалению, это так. Можно долго об этом говорить, много примеров приводить. С их предыдущих видео я неоднократно останавливался на этом. И в области какой-то транспортной безопасности, и в области ядерно-топленного цикла, и так далее. На этом, пожалуй, все. Если будут какие-то вопросы, прежде всего, мои уважаемые коллеги-контрагенты, психологи, психофизиологи, прошу вас задавать эти вопросы под этим видео, писать мне на почту. Попытаюсь ответить, помочь, подсказать, рассказать о том, что знаю в области культуры безопасности человеческого фактора. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!